посмотрите сашки вам какой вы приготовили и скандер вместе стояли приготовили как в ресторане дешевле и вкусно дашки я и на черном поездом не этого сегодня обедение приятного аппетита всем привет мои дорогие зрители на меня напала опять желание шить и вот видите у меня остался кусок ткани там еще два куска ткани я тоже уже придумала что я буду делать я решила пошить себе платьице а знаете какой фасон помните у меня такое кораллового цвета платье я шила помните вот сейчас я буду такое шить точно только из плотной ткани весенний осенний вариант и вот уже мой фасон вот немножко изменила я вот я чем занимаюсь так вчера пришла вот это желание появилась после моря вот осталось чуть-чуть виде раскроила я рукав здесь у меня эти воланы но посмотрю если у меня нитки ну что-нибудь придумаю мои дорогие погода у нас замечательно и вчера мы встречали с девочками рисовали нейрографику и вот я пришла и начала кроить сразу вот что могу сказать 16 градусов прекрасная погода ой дома так уютно у нас знаете так тепло стало после того как мы рамы поставили вот девчонки некоторые говорят что холодно а у нас так комфортно так комфортно благодарю за все благодарите жизни за каждую мелочь имейте желание благодарить за все и у вас изменится жизнь к лучшему ну что могу сказать смотрите на мой парк красивый да люди гуляют все гуляют мы сегодня идем в гости моя подружка пригласила нас в гости так хорошо ходить по гостям если честно выходить из дома смотрите какие красивые у нас деревья это не мандаринки а такие мандарин с цитроном горько кислые их очень много так красиво да джами у нас такая красивая сегодня пятница все молились 12 часов мой замечательная жизнь я светлана то сегодня очень долго спали с мужем позволяю себе быть этому никуда не спешу а куда мне спешить вы знаете сами у меня какая работа не бей лежачего когда хочу тогда и работаю а Романтика, у нас скоро Новый Старый Год, и мы как раз попали в этот период, да, спели. Всем доброго субботнего вечера, пожарила я рыбку-барабульку, головы не понравились, оторвала я, купили здесь соду, так хорошо мы вчера провели время, чем я занимаюсь здесь, перемыла зелень, жарю марокканские блинчики. Кто-то мне там раньше говорил, что у меня руки не с того места выросли, что я на кухне никакая, ну, это ваше мнение, я не буду спорить, спорить, оправдываться, значит, чувствовать себя виноваты. Здесь я жарила рыбку, сейчас я что делаю, жарю себе блины, знаете, с какой муки? Из отруби, отруби, кепекли мука, это отруби, вот такое сделала марокканские блинчики, ну, нашла рецепт в соцсетях, и решила попробовать. Сейчас я буду делать это левой рукой, посмотрим, если я успела. Ура! Получилось. Так, ну, яйцо, тут у меня молоко и дрожжи. Вот, там в рецепте дрожжи. Они вот такие вот получаются. Какие получаются, посмотрим. Захотелось мне в канун Старого Нового Года, сегодня наступает Старый Новый Год, мы ничего не будем не отмечать. Мы вчера так хорошо с друзьями отметили. Выпили ракуи, покушали, потанцевали. Тут просто действительно настоящий праздник у нас был. Вот, поэтому нам достаточно. Погодка у нас изменилась, похолодала. Все-таки левой рукой мне неудобно, поэтому я буду все делать праздник. Смотрите, как хорошо жарятся блинчики, да? Что я еще сюда положила? Вот главное здесь дрожжи. Вот смотрите, какое тесто. И одновременно разрыхлитель тоже. Вот, дрожжи, мука, яйцо, молоко, оливковое масло. Вот такое у меня тесто. Я знаю, что это мой муж не будет кушать, поэтому я себе сделаю. Видите, побольше. Можно и завернуть, и грибы у меня пережаренные есть. Можно сделать такое, может муж съест. Да, потом еще что можно сделать? Любую начинку. Творог у меня есть. Вот, на несколько дней себе сделаю праздник. Захотелось все-таки, захотелось. Доела борщ сегодня, который я не ела. Неделю, наверное, если не больше. Вот. Вот так вот у нас проходит вечер. А что еще пока нет? Я расслабляюсь, так хорошо. Дома в тепло. И всем приятного вечера. Думала, что вам поснимать такого интересного. Находимся дома. Несколько дней у нас погода изменилась. Я занимаюсь усиленно щитем. Покажу сейчас вам, что пошило. И сижу сейчас здесь. Занимаюсь делами. Рисую нейрографику. При этом слушаю вебинар. Сегодня два вебинара было. Каникулы закончились у нас. Надо работать. Елку переставила туда, потому что очень много от них грязи. Сижу себе, смотрю, мужа нет моего. А он с ними. Смотрите, как красиво. Мамеша уже к нему идет. Даже другие птички идут. Такое удовольствие смотреть. Ашкин. Подадоверье, Мек. Бенгелим. Ням-ням-ням. Я говорю, можно я тоже приду? Какой у меня добрый муж. Видите, как любят его животные. Какие они сладкие вообще. Им здесь так классно с нами вместе. Вот так вот у нас весело. А я почти закончила свое платьице за два дня. Сейчас вот сегодня не занимаюсь шитьем. Остались мелочи. Потому что я, как видите, была занята рисованием. Карандаши точила там. И решила сегодня себя не нагружать. Погода у нас такая прохладненькая. Похладненькая дома. Так классненько, уютненько. Покушали, поспали. Птичек покормили. От них очень много прибавилось. Грязи, но по-другому никак. Видите, как она разговаривает. А эти. А Мавиш уже, знаете, что делает? У нас так громко, извините. Но Мавиш подкатывает к Шикер. Как мужичок. Но она его не подпускает. Но он не теряет надежду. Время 11. Покажу вам мое платьице. Как закончится вебинар. Встану и покажу. Решила я вам показать мое платьице на следующий день. То есть, когда я его закончу. Вот смотрите, мое платье. Давайте подальше от этого, что вы увидели. На фоне моих сумок. Сейчас подойдем поближе. Так, я его почти закончила, да? Только что закончила рукавчики. Ниток такого цвета не было. И здесь-то строчка не видно белая, да? И как и внизу тоже. На оборке не видно строчка. А на горловине я решила все-таки зашить руками. Вот. Вот такое платьице вышло. Такое оно у меня очень красивого цвета, да? Ткань замечательная. Вообще, шить одно удовольствие. Я даже без наметки. Как профессиональная швея уже. Моему мужу так понравилось это. Ну, вот единственная у меня проблема. Оверлок. Ну, я приспособилась как-то тоже аккуратно сделать. Сейчас покажу вам. Смотрите. На моей машинке как-то приспособилась сделать оверлок. Ну, ничего. Все же обработала. Так, вот теперь осталась горловинка. И все. Пойду я кофе выпью. А то я уже устала. У нас сегодня с утра... А, кстати, мой муж, посмотрите, какую сделал самодельную лампу. Один вечер у меня там, а я начала что-то шалить. И он быстренько мне это все сделал. Какая сегодня погода? Сегодня с утра пасмурная погода. Потом было чуть-чуть солнышко. Потом у нас не было весь день свет. Так как, видите, деревья все пообрезали, пальмы. Капыджи уборки-то сколько. Главное, они пальмы... Эти ветки зеленые хорошо пообрезали. Видите, на пальмы. А страшные эти, сухие. Не дотронулись. Для чего они их оставили? Хотя у них был кран. И вот весь день не было света из-за этого. Здесь все ситое. И они привели в порядок. Вот такие вот у нас сегодня дела. И немножко прохладно, конечно. Но мне не прохладно было. Я была в движении, шила, строчила. Вот. Воздухом подышу, пойду кофеек себе заварю. И потом останется вшить вручную. А потом мне нужно еще мое платье, которое я карала от света такого. Вот похожее, да. Я же его сожгла у мамы там рукав. И я кое-что придумала. Поэтому надо им заняться. Ну, такое он. Так оно мне нравится. Очень нравится. Такого покроя платья. А не платье на каждый день. Раз быстренько собралось и вышло. Просто бесподобное. Не надо его ни гладить, ничего. В дорогу очень удобно. Обязательно я хочу его доделать. Переделать. И много очень других мыслей. В принципе, знаете, я сейчас занимаюсь такими дешевыми тканями. Шью из дешевых тканей, чтобы вспомнить шитье и правильно и красиво научиться шить. Вот сейчас мне просто захотелось душа не от того, чтобы мне там нечего одеть. Нет. У меня, сами знаете, полный гардероб. Я никуда его не одеваю. Не знаю, почему мы никуда не ходим. И не хочется ходить. Вечерами-то не хочется. Хочется уюта. Может, это старость. Что я была раньше более такая активная. Сейчас какие-то планы у меня такие глобальные. И зимний период я стараюсь использовать для изучения чего-то. Вот просто посидеть дома и все. Даже с девочками уже не собираемся. Три девчонки у нас пока еще не приехали. Должны приехать. И, может, как-то начнем выходить, собираться. Да, мои дорогие друзья. Вот наговорила вам, сегодня что буду готовить. Вчера у нас два дня мы ели куру фасоли. Очень вкусное я приготовила с мясом. Куру фасолю. А сегодня мой муж говорит, кукуречь будем кушать. То есть я вам показывала, что мы с ним донер купили. И приготовили сами дома. Так классно. И вроде бы он увидел кукуречь. Он обожает этот кукуречь. Вот там он, его всегда мы кушаем. Видите, когда он поздно идет со встречи иногда с друзьями. Или мы в три-четыре часа и с племянником выходили тоже. Кушали на ночь кукуречь. И он очень любит этот кукуречь. А чайки как летают. Красота-то какая. Все, мои дорогие. Пошла я работать. А вам спасибо за ваши лайки, комментарии. И за то, что вы любите меня. За то, что многие из вас так долго со мной. Конечно, я не та, которая была в начале моего открытия канала. Мы должны это понимать, что жизнь меняется. И мы взрослеем. Мы становимся мудрыми. И я не могу быть той с баламушиной девчонкой. Мы развиваемся, прорываемся. И, конечно, жизнь наша меняется. Наши взгляды меняются на жизнь. И все меняется вокруг. Время меняется. Технологии меняются. Инновации внедряются постоянно. Поэтому я не могу быть такой, какой была в начале. Кто со мной уже давно. И кому интересна моя жизнь. Огромное вам спасибо за то, что вы со мной. Благодарю вас. Да, может быть, я не так часто выпускаю ролики. Потому что у меня очень много других занятий появилось. Но я развиваю второй бизнес-канал. Он у меня очень так развивается. Я, как говорится, главный редактор нашего бизнеса. И всегда присутствую на вебинарах. И делаю записи. И поэтому все ждут. Вся наша команда русскоязычная, русскоговорящая. Ждут от меня этих вебинаров, записей. Поэтому очень много времени трачу на опубликование. Там все равно идет время. И поэтому, мои дорогие, два канала развивать. Я и там, и там сразу. Вы поймите меня. А если вам интересно, чем я занимаюсь на том канале. Проходите. Светлана Атаги ГОЭС. Да, уже шестой год пошел, как я развиваю этот бизнес. И горжусь этим. Никого насильно не зову. И вообще никого не приглашаю. А кто просто хочет как-то изменить свою жизнь с помощью инвестиций в криптоактивы. Действительно, это сейчас очень реально. И тем более, вы меня знаете столько лет. Я здесь публично. Ну вот, как есть, так и есть. Поэтому, если кому-то интересно, пожалуйста, проходите, пишите мне, звоните. Я с удовольствием поделюсь. Сеять кармические семена – это делать благо. Поэтому, кто не хочет, пожалуйста, не смотрите, не слушайте меня. Ну все, мои дорогие, подписывайтесь еще раз на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И снова я. А, и снова я, мои дорогие. И готовлю я не кукурыч, кукурыча не было, а донер. И показать вам хочу, как это делается. Смотрите, какая прелесть, как все в Турции приспособлено. Обожаю эту страну, уже готово. Дальше что я делаю? Приготовила, пожарила донер. Развела здесь соус. Томатную пасту, можно и бебеш, я делаю бебеш. Добавила оливковое масло, воду, соль, пряности. Смотрите, покажу вам, что, какое это. Продается вот такой, дано донер. Кать, не ка дар, муж? Кать, чьюз лера? Чьюз лера. Сто лир, говорит муж, одна штука. Ну, нам одна хватит, потому что у меня еще здесь и черба. Я приготовила, газ сегодня грязный, я после убеды, думаю, помою. Вот. Итак, мы будем готовить. Мой муж, вот, приготовил уже. Юз беш, сто пять. Вот, приготовил, нарезал вот так хлеб. Ашкинберас болеет. Ас дельм и ас. Ас дельм и ас. И вот сверху мы сейчас польем соусом, потом мясо и йогурт. А, еще же надо сливочное масло. Ну вот, мои дорогие. Вот такой салатик я сегодня приготовила. Они вкусненькие, видите, все есть. Вот, Ашкин любит такие разные. Покупать Ашкинчик. Все, сейчас точно прощаюсь, пока. Это снова я. Смотрите, как мой Ашкин мне готовит. Вот такой донор у нас получился красивый-прекрасивый. В этом видео получается два донора. Первый донор и второй. Вот, вот так мы будем сейчас с ним кушать. Мы вместе готовим, Сашка. Приятного нам аппетита. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик. И поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата. Субтитры сделал DimaTorzok